Новые разборы ЕГЭ и ОГЭ. Каждую неделю. Всем привет! С вами Павликов Андрей. Сегодня разберем 28-й ряд базового ЕГЭ по математике. Ребята, наступил апрель, а у нас с вами всего 3 неразобородных варианта, считай этот. Сейчас его разберем и останется всего 2. Как видите, мы с вами заканчиваем подготовку с большим запасом. Я рассчитываю на вашу обратную связь в виде лайков, репостов и комментариев. Переходим к разбору задач. Задача номер 1. Найти значение числового выражения. Смотрим на сумму. Дробь. А взамен, это дроби. Разность у дробей. Давайте найдем эту разность. У дробей разные взамен, приводим к общему. Домножаем 1 на 4, а 2 на 3. Соответственно, получаем 4 двенадцатых минус 3 двенадцатых. 4 минус 3 это 1, взамен, это 12. Итак, мы с вами единицу делим на 1 двенадцатый. А давайте запишем в виде такого, двоеточия. А разлить на 1 двенадцатый, это все равно, что умножить на перевернутую дробь. То есть на 12 первых. 12 делим на 1, это 12. Умножаем на 11, снова 12. Ответ 12. Задача номер 2. Найти значение числового выражения. Смотрим. У нас с вами есть действие в скобках, но это умножение. А если мы скобки раскроем, то останется только одно умножение. А значит, от перестановки множителей произведения не поменяется, если мы их переставим местами. Вот и давайте так и поступим. Сначала напишем 3, потом 2,8, потом 10 степени 5, а потом 10 степени минус 3. 3 умножить на 28 это 84. И не забываем поставить запятую после восьмерки. Да, вот она, запятая была. Теперь 10 степени 5 и 10 степени минус 3. Основание одинаковое, значит показатели, то есть 5 и минус 3, складываются. 5 плюс минус 3 это 2. Получаем 10 степени минус 2. Плюс 2. Да, 5 минус 3 это 2. 10 степени 2 это 10 в квадрате, то есть 10 умножить на 10. А это 100. И теперь умножая на 100, мы запятую передвигаем на 2 знака вправо. Давайте напишем после четверки еще 0, а потом передвинем запятую. То есть запятая пропадает и получается ответ 840. В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло 400 тысяч человек, а в конце года их стало 440 тысяч человек. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой компании? Давайте узнаем сначала, на сколько человек увеличилось число абонентов. 440 тысяч минус 400 тысяч. Получаем ровно 40 тысяч. А теперь нужно понять, какую часть эти 40 тысяч составляют от 400 тысяч, да, от того, что было в самом начале. 400, 4 сотых. Можно сократить на 40, получим 1 десятую. А что такое 1 десятая? Это ровно 1 десятая от 100 процентов, то есть 10 процентов. Поэтому ответ 10. Дальше номер 4. Среднее геометрическое трех чисел А, Б и С вычисляется по формуле. Ж равняется корню кубическому из их произведения. Вычислите среднее геометрическое чисел 4, 16, 27. Поскольку у нас здесь произведение трех чисел, то все равно в каком порядке их перемножать? Чему равно число уже корни кубические из произведения чисел 4, 16 и 27? Теперь давайте посмотрим. Корень кубический из 27 сразу легко извлекать. Это число 3. А что такое 4 умножить на 16? Это 64. Теперь какое число нужно возвести в куб, чтобы получить 64? Это 4. Поскольку 4 же 4 16, а 16 и 4 64. Значит, мы получаем 3 умножить на 4. Это число 12. Значит, ответ 12. 5. Найдите значение числа выражения. Давайте посмотрим. У нас 3 возводится в какую-то степень. А что в степени? Двойка умножается на логарифм. Вот эта двойка нам мешает. Если бы ее не было, то основание 3 и основание 3 все хорошо бы у нас с вами преобразовалось. Значит, надо от этой двойки из бца вынести ее под знак логарифма. Получаем 3 в степени логарифм 7 в степени 2 по основанию 3. А теперь, поскольку основания одинаковые, то конструкция пропадает и остается просто 7 в степени 2. А 7 в степени 2 это 7 и 7, то есть 49. Ответ 49. Номер 6. В доме, в котором живет Катя, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находятся по 4 квартиры. Катя живет в квартире номер 63. В каком подъезде живет Катя? Давайте посмотрим, а сколько всего квартир в одном подъезде. 9 этажей по 4 квартиры на каждом этаже. Значит, 9 умножаем на 4 и получаем 36. 36 это меньше 63. В первом подъезде она жить не может. А во втором, соответственно, будут квартиры еще 36 добавиться. То есть с 37 по 72. Но 72 это больше, чем 63. Значит, Катя живет в подъезде номер 2. 7 требуется решить уравнение. И если уравнение имеет более одного корня, в ответе указать больше из них. Смотрим. Стандартное квадратное уравнение. Легко находим его дискриминант. А потом по формулу корней находим сами корни. Минус 7 в квадрате это 49. Минус 4 умножить на 1 и на минус 18. То есть плюс 72. Это будет 121. А это квадрат числа 11. Значит, первый корень это 7 плюс 11, деленное на 2. А второй корень это 7 минус 11, деленное на 2. 7 плюс 11 это 18, деленное на 2, получаем 9. 7 минус 11 это минус 4, деленное на 2, получаем минус 2. В ответе указываем большее, значит число 9. 8. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 30 метров. Хозяин планирует обнести его изгородью и отгородить такой же изгородью квадратный участок со стороной 15 метров. Смотрите рисунок. Найдите суммарную длину изгороди в метрах. Давайте сначала найдем периметр прямоугольника без вот этого дополнительного квадратика. Это сумма длина всех сторон. То есть 30 плюс 25 плюс еще раз 30 и плюс еще раз 25. Сколько это будет? 30 и 30, 60. 25 и 25 это 50, а в сумме 110. А еще у нас с вами получается внутри. Да, вот и эта появилась сторона и вот эта сторона. Поскольку это квадрат, то здесь тоже 15. Значит еще два раза по 15 мы с вами складываем и получаем 30. А теперь 110 и 30 в сумме дают ответ 140. Номер 9. И условия у вас на экране требуется установить соответствие между величинами и их возможными значениями. Смотрим на величины. 4 площади футбольного поля, жилые комнаты, озеро Байкал и листа пищи бумаги. Давайте идти от меньшего к большему. Самое маленькое это, соответственно, площадь листа пищи бумаги. В правом столбце это 624 квадратных сантиметров. Вариант ответа номер 3. Дальше жилая комната. 20 квадратных метров, вариант номер 1. Так, потом футбольное поле явно по площади меньше озера Байкал. Соответственно, нам подходит вариант номер 4. Номер 4 футбольное поле. И, имеем в виду исключения, здесь двоечка. Правильный ответ 4, 1, 2, 3. Номер 10. Гигрометр измеряет влажность в помещении картины и галереи. Вероятность того, что влажность окажется выше 40%, равна 0,82. Вероятность того, что влажность окажется ниже 56%, равна 0,74. Найдите вероятность того, что влажность находится в пределах от 40 до 56%. Давайте поймем, что влажность может быть от 0 до 100%. Вот и покажем на отрезке от 0 до 100. Какие еще числа у нас встречаются? 40 и 56. Так, пускай 40 будет здесь, а 56, например, вот здесь. И мы с вами знаем, что вероятность того, что влажность выше 40%, равна 0,82. Значит, вот этот промежуток, вероятность попасть в него равна 0,82. А вероятность того, что влажность ниже 56%, равна 0,74. Вот этот промежуток, в нем мы попадаем с вероятностью 0,74. А нужно узнать вероятность того, что влажность находится в пределах от 40 до 56%. Вот этот маленький промежутчик. Давайте посмотрим. Так, вероятность того, что влажность какая угодно, это просто ровно 100%. То есть единица. Значит, вот этот кусочек от 0 до 40 мы должны из единицы вычесть вот эти 0,83. То есть получить 0,18. А теперь смотрим. Вот этот кусочек и только что найденный кусочек в сумме дают от 0 до 56 в процентах. А вероятность, соответственно, 0,18 и какой-то х в сумме дают 0,74. Вот и уравнение, которое нам нужно решить. 0,18 плюс х равняется 0,74. Значит, х это 0,74 минус 0,18. А это 0,56. Вот таков ответ на вопрос-задача. 11. И условия у вас на экране. Требуется определить, какого числа в апреле 2018 года средняя температура в Мурманске была наибольшей, а какого числа наименьшей. В ответ нужно записать разность температур в эти два дня в градусах Цельсия. То есть, сами дни нас не интересуют, нас интересует значение температуры в эти дни. Находим самую высокую точку на графике, 24 апреля. Значение температуры плюс 8 градусов. А самая низкая точка 9 апреля, минус 3 градуса. Какая между ними разница? Разумеется, не 5. То есть, мы не складываем эти два числа, а мы от 8 отнимаем минус 3. Минус на минус дает плюс, получаем 8 плюс 3. А это число 11. Значит, ответ 11. 12. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей каждого перевозчика указана в таблице. Она у вас на экране. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку? Итак, смотрим. Давайте разберемся с перевозчиком А. У него грузоподъемность одного автомобиля в тонах 3,5 тонны. А нам нужно перейти 45 тонн. Мы с вами должны 45 разделить на 3,5, чтобы понять, сколько машин нам заказывать. Передвигаем запятую на один знак вправо. Соответственно, здесь приписываем 0. Получаем 450 делится на 35. Так, давайте столбик поделим. 450 на 35. По сколько можно взять? По одному. Вычитаем 35. Остается 10 и приписываем 0. И здесь, соответственно, можно взять по 2. То есть, получаем 70 и остаток 30. Так, но этот остаток остался. Его же тоже надо увозить. Значит, 12 грузовиков нам не хватит. Округляем в большую сторону. Получаем 13 грузовиков. Во сколько обходится один грузовик? В 3200 рублей, но на 100 километров. А у нас 1030 километров. А значит, придется в 13 раз больше платить. То есть, за одну машину 3200 умножить на 13. А машин 13. Значит, еще надо будет умножить на 13. Вот такова будет стоимость перевозки у перевозчика. Но давайте считать. 13 в квадрате это 169. Поэтому 3200 нужно умножить на 169. Дальше. 169 умножим с вами на 32. И припишем 2 нолика. Так, 169 умножаем на 32. 8, 1 запомнили. 3, 1 запомнили. И здесь тоже 3. 7, 2 запомнили. 18 плюс 2 это 20. 0, 2 запомнили. И здесь будет 5. 8, 0, 4, 5. Итак, 5408 и 2 нолика. То есть, 540800 рублей. Это был первый перевозчик. Второй перевозчик. У него грузоподъемность одного автомобиля 5 тонн. 45 делим на 5. Получаем ровно 9. Значит, 9 машин заказываем. Стоимость одной машины 4100 рублей. На 100 километров, а нам 1300 км. Значит, в 13 раз дороже обойдется. И таких машин 9. Перемножаем. Так, 13 умножить на 9 можно. Это будет сколько? 130 минус 13. 117. Значит, 4100 умножить на 117. И теперь 117 умножаем на 41 и приписываем 2 нолика. Так, на 1 легко умножать. Это 117. Здесь 8 написали, 2 запомнили. 6 и 4 соответственно. 7, 9, 7, 4. То есть, получаем 4797 и приписываем 2 нолика. Эта сумма меньше, значит, уже выгоднее. Ну, еще третий перевозчик. У него грузоподъемность одного автомобиля 12 тонн. Делим с 45 на 12. Здесь у нас получается, что 4 машины нам хватит. 4 машины по 12 тонн 48 могут перейти. А трех, соответственно, не хватит, поскольку они перейдут только 36. И стоимость одной машины 9500 рублей. Но всего лишь на 100 километров. Да, поэтому мы должны еще умножить на 13. Поскольку у нас путь в 13 раз длиннее. И еще 1 на 4. 4 машины. 13 умножить на 4, это 52. Поэтому 9500 будем умножать на 52. Соответственно, 95 на 52 перемножим. Так, здесь сколько будет? 0, 1 в уме. 18, 1, 19. 5 и 2 в уме. 45 и 2 в уме было 47. 0, 4, 9, 4. Приписываем числу 4940 2 нолика. Сравним, а это число больше, чем в предыдущем. Все, все варианты полностью разобраны. Значит, ответ вот этот. 479 700 рублей. Номер 13. И условия у вас на экране. Требуется найти объем этой детали. Итак, смотрим, что она себя представляет. Это какой-то сложный многогранник. А давайте мы с вами сделаем что? Мы его разрежем на 2 параллельбипеда. Тогда нижний параллельбипед, его измерения будут 4, 4 и 1. То есть, длина ширина по 4, высота 1. Верхний параллельбипед, его ширина 2, длина 4, а высота тоже 1. Так, 2, 4, и 1. Ну а теперь объем параллельбипеда, это просто произведение всех его измерений. 4 умножить на 4 и умножить на 1. В первом случае это будет 16. И 2 умножить на 4 и умножить на 1, это будет 8. Во втором случае. А теперь складываем их в одну детальку и получаем 16 плюс 8. Это легко и просто 24. Значит, ответ 24. Задача номер 14. И условия у вас на экране требуется установить соответствие между графиками функций и графиками их производства. Непростая задача, давайте аккуратно разбираться. Сначала мы с вами вспомним, что показ производной. Скорость изменения самой функции. Если функция возрастает, то производная положительная. А если функция убывает, то производная отрицает. Смотрим на график А. Сначала функция убывает до какой точки? До нуля, а потом возрастает. Значит, ее производная до точки 0 должна быть отрицательная, а после 0 должна быть положительная. Смотрим на график производной номер 1. Это прямая линия, которая возрастает. И сначала она принимает только отрицательное значение до нуля, а потом только положительное. Значит, это наша производная и есть. То есть график А соответствует производная номер 1. Дальше. Второй график Б. В. Функция убывает до точки минус 2, а потом начинает возрастать. Значит, производная будет отрицательна до точки минус 2, а потом от точки минус 2 положительная. Смотрим. Производная номер 2 положительна до точки минус 1, но точно не подходит. Производная номер 3 положительна до точки 3, точно не подходит. И четвертая производная отрицательна до точки минус 2. Вот она, наша номер 4. График В. Функция возрастает до точки минус 1. Значит, ее производная до точки минус 1 должна быть положительной. А дальше убывает, значит, ее производная будет отрицательной. График производной мы с вами еще второй, третий не использовали. Смотрим. График номер 2. Функция положительной значимы до точки минус 1. Вот он, наша. Значит, В это 2. Ну и методом с включением Г это номер 3. Значит, ответ 1, 4, 2, 3. Номер 15. Четырехугольник АВСД вписан в окружность. Угол АВСРН 54 градуса. Угол СДРН 41 градус. Найдите угол АВД, ответ дайте в градус. Давайте смотреть. Угол АВС. Вот он. Угол СД. СД. Вот он. А мы ищем угол АВД. АВД. Вот это. Давайте смотреть. Угол АВД это часть угла АВС. Мы с вами знаем весь угол АВС. Нужно найти каким-то образом вторую часть. Угол СВД. Давайте внимательно смотреть. Угол СВД вписан опирается на дугу СД. На эту же самую дугу опирается угол СД. Значит, они просто равны между собой. Ну, а значит, получается, что этот второй угол известен. 41. И весь угол тоже известен. 54. Получается, неизвестный угол АВД будет равен чему? 54 минус 41. То есть 13 градусов. 16. Даны два шара с радиусами 3 и 1. Во сколько раз площадь поверхности большего шара больше площади поверхности меньшего? Так, если радиус равен 3, то площадь поверхности легко вычисляется по формуле 4πr квадрата. Подставляем вместо r троечку и получаем 4π умножить на 3 в квадрате. А это 4π умножить на 9, а это 36π. Площадь поверхности второго шара. Также у себя есть по формуле 4πr квадрат, только вместо r мы теперь поставим 1. Получаем 4π умножить на 1 в квадрате. Но 1 в квадрате это просто 1, поэтому получаем 4π. А теперь выясняем, во сколько первого числа больше второго. А для этого 36π поделим на 4π. На π сокращаем, а остается 36 делено на 4. Это 9. Значит, ответ 9. Номер 17 требуется установить соответствие между неравенствами и их возможными решениями. Давайте посмотрим внимательно. Все неравенства показатели. Значит, они должны легко решаться приведением к одинаковым основаниям. Итак, 2 в степени х и 4, это что такое? Это 2 в степени 2. То есть 2 в степени х больше или равен 2 в степени 2. Значит, х больше или равен 2. Вот оно, вариант номер 2. Здесь знак просто меняется с больше на меньше. То есть мы получаем, что 2 в степени х меньше или равен 2 в степени 2. Значит, х меньше или равен 2. Вот он, вариант ответа номер 3. Теперь 0,5 в степени х. Это что такое? Это 2 в степени минус 1. То есть 1, 2 в степени минус 1. Получаем 2 в степени минус х больше или равен 2 в степени 2. Значит, минус х больше или равен 2. А значит, сам х меньше или равен минус 2. Раз он меньше либерами минус 2, это вариант ответа номер 1. Ну и методом исключения, В это вариант номер 4. Правильный ответ 2, 1, 4, 3. Номер 18. Во всех домах, в которых больше 5 этажей, установлен лифт. Выберите утверждения, которые верны при приведенном условии. Первое. Если в доме нет лифта, то в этом доме больше 6 этажей. Но это неверно, поскольку если в доме 6 этажей есть, то лифт тоже должен быть. Второе утверждение. Если в доме нет лифта, то в этом доме меньше 6 этажей. И это верно, поскольку если бы было больше 5, то лифт обязательно поставили. Третье утверждение. Если в доме больше 8 этажей, то в нем нет лифта. И это неверно, поскольку больше 5 этажей уже установлен лифт. Четвертое утверждение. Если в доме больше 7 этажей, то в нем есть лифт. Это, конечно, верно, потому что установят уже тогда больше пяти этажей. Значит, верно. 2, 2, 4 и правильный ответ 24. 19. Найдите четырехзначное натуральное число, кратное 4, сумма цифры которого равна их произведению. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. Итак, число четырехзначное начнет четыре цифра. Пускай это будут цифры А, Б, С и Д. Что мы с вами знаем? Что число делится на четыре. Поэтому поставим черту и покажем. Делится на четыре. А еще сумма цифр равна их произведению. То есть А плюс Б плюс С плюс Д равняется А умножить на Б умножить на С умножить на Д. Так, что можно сказать про цифры? Цифра Д явно четная. Это либо 0, либо 2, либо 4, либо 6, либо 8. Но 0 мы с вами сразу отбрасываем, поскольку если возьмем 0, то справа получим 0, а слева какое-то число не нулевое. Значит, либо 2, либо 4, либо 6, либо 8. Давайте начнем с двойки. Посмотрим, что будет если Д равна 2. Если Д равна 2, то получаем слева А плюс Б плюс С плюс 2, а справа 2 А, Б, С. Так, давайте смотреть. Цифры А, Б, С должны быть не очень большими, потому что если они будут большими, то сумма-то будет их не очень большая. Даже если 3 девятки возьмем, плюс 2, это будет максимум 29. А здесь, как только мы перемножим, даже хотя бы пятерку и шестерку, уже 30 получим. Да еще на 2 придется умножить. Это уже 60. Значит, какие-то не очень большие цифры. Но давайте попробуем взять единичку, например. Единичку, скажем. А равна единице. Тогда получим 1 плюс Б плюс С плюс 2 равняется 2 внуш на 1 внуш на Б внуш на С. То есть Б плюс С плюс 3 равняется 2 внуш на Б внуш на С. Так, ну давайте посмотрим еще, что здесь можно взять. Можно попробовать еще единичку взять. Еще единичку. Ну давайте попробуем. Б равна единичке. Тогда получим 1 плюс С плюс 3 равняется 2 внуш на 1 внуш на С. То есть С плюс 4 равняется 2С. А отсюда легко уже находится. С вычитаем. Получаем 4 равно С. Так. Все, замечательно. Все цифры мы нашли. Теперь вопрос. Будет ли число 1142 делиться на 4? Делим. И что получаем? Так, берем по 2. Учитаем 8. 34 берем по 8. Учитаем 32. Получаем 22. Не делится на 4. Тогда что мы с вами делаем? Мы говорим, ну от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. От перестановки мест множителей произведения не меняется. Значит можно эти цифры просто переставить местами. Давайте поменяем, скажем, четверку единицу. Получим число 1,4, 1,2. Мы проверим, делится ли оно на 4. Так. Берем по 3. Вычитаем 12. Получаем 21. Берем по 5. Вычитаем 20. Вычитаем 12. Берем по 3. Вычитаем 12. Получаем 2. Все разделилось. Значит, нашли мы одно число? Нашли. И в ответ можно его записать. От на 1412. Сомер 20. Квас на разлив можно купить в бутылках. Причем стоимость кваса в бутылке складывается из стоимости самой бутылки и кваса, налитого в нее. Цена бутылки не зависит от ее объема. Бутылка с квасом объемом 1 литр стоит 40 рублей. Объемом 2 литра 75 рублей. Сколько рублей будет стоить бутылка кваса объемом 3 литра? Давайте задачу решим устно. Итак, мы далили 1 литр и доплатили лишних сколько? 75 минус 40, 35 рублей. Значит, в цене 75 рублей нужно добавить еще 35 рублей, чтобы нам далили третий литр. 75 плюс 35, 110. Вот и вся задача. Если данный вариант полностью разобран, справились мы с вами с ним легко и просто. Я уверен, что у вас получается точно так же. Поделитесь данным видео с друзьями и одноклассниками, это поможет им. Увидимся на канале.